Время новостей на Первом и Дищинском. В студии Алина Саваш. Здравствуйте. 100 тысяч школьников получат выплаты к новому учебному году. Эти меры поддержки касаются тех, кто в ней нуждается больше всего. В первую очередь это многодетные семьи и семьи, которые воспитывают детей инвалидов. С этого года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева выплату многодетным малообеспеченным семьям увеличили до 10 тысяч рублей. Ранее она составляла 3 тысячи. Эта помощь предусмотрена для семей с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Это 17 277 рублей. Также в канун учебного года дети из семей с низкими доходами получат рюкзаки со школьными принадлежностями. Напомню, все выплаты приходят автоматически, без бумажных заявлений. Родителям придут СМС-уведомления и письма на почту, чтобы они точно ничего не пропустили. Если вдруг окажется, что выплата не пришла или пришла не на всех детей, то надо подать электронное заявление на рекпортале Госуслуг, либо позвонить по номеру 122. Далее о том, что еще сегодня в выпуске. Город преображается. Рабочая группа осмотрела ход благоустройства на улице Колпакова. Занятия спортом должны быть доступны рядом с домом. Вот это, наверное, главное. Умная коммуникация на практике. Жители дома 6, корпус 1 по Олимпийскому проспекту поделились положительными изменениями в своем дворе. Все проблемы по данному дому, которые были заявлены, решены. Гордость Мытищ. Чемпион мира по боксу Сергей Акопян о детстве, карьере и развитии спорта в округе. Я понимал одно, что мне нужно стать сильнее, чтобы суметь постоять за себя, за родителей. До главного события века, 400-летия Мытищ, осталось две недели. Расскажем о программе мероприятий на 2 сентября. А теперь подробнее. Обновление сразу нескольких новых объектов во дворах и скверах городского округа завершается в эти дни. Детские и спортивные площадки, пешеходные зоны, береговая линия прудов и многое другое. Рабочая группа администрации и окружные депутаты отметили положительный прогресс в реализации программы благоустройства на улице Колпакова. Об изменениях города расскажет Сергей Берзин. На этом месте еще недавно покоились стихийные свалки и здесь выгуливали собак. Несколько лет ушло на споры, как использовать этот уголок торце 37-го дома по улице Колпакова. И вот реализован проект универсальной тренажерной площадки. Председатель Совета депутатов по-соседски оценивает новинку. Так, а вот это что у нас такое? Это веса менять. То есть это увеличение веса. Так, кто поздорове меня? Давайте, подходи. Универсальные силовые тренажеры на любой вес. Классические турники и дорожки. И, конечно, теннисный стол. Как долго это послужит жителям соседних домов? Вопрос не праздный. Тренажеры требуют бережного ухода. При своевременном обслуживании может, как и по словам предназначения, до 25 лет. Если это, то они примерно ставят границу в 10 лет. Жители сами говорят, что они заинтересованы в сохранении площадки. Долго ее ждали. Но я думаю, что ни у кого не возникает сомнения, что любая детская или спортивная площадка – это всегда лучше, чем необустроенный уголок. Мы видим абсолютно современную спортивную площадку, где могут разные категории заниматься разными упражнениями. А то, что занятия спортом должны быть доступны рядом с домом – вот это, наверное, главное. На той же улице Колпакова реализуется еще один проект для всего микрорайона. Вокруг Ядреевского пруда воссоздается целая парковая зона. По пожеланиям жителей вносятся изменения в проект реконструкции. Сегодня принято решение, что возле песочной детские лавочки действительно нужны. Мы их устанавливаем. Причем не просто, а в данном случае даже будут установлены противосолнечные навесы. И второе – то, что вокруг прудов и здесь, и на сукромке установлено такое ограждение. Все-таки детская площадка здесь. Дети имеют свойство играть, в том числе с мячами. Мячики могут укатиться, ребенок может побежать. Уже через неделю все работы по установке новых плафонов, светильников, очищению береговой зоны будут завершены. И место, которое уже теперь вызывает большой интерес у местных жителей, будет еще популярнее. Этот якобы лунный пейзаж очень обманчив. Просто здесь под пленкой высажен новый газон. И уже через несколько дней парк у Ядреевского пруда преобразится. Это будет один из самых красивых уголков городского округа. Чем не подарок жителям микрорайона ко дню города? А всего пять скверов и четыре парка в этом году пройдут реконструкцию и приобретут новый вид. Сергей Берзин, Денис Корнев, Первый, Мытичинский. В рамках проекта «Умная коммуникация» продолжаются встречи жителей многоквартирных домов с представителями администрации и городских коммунальных организаций. В этот раз с активом дома 6, корпус 1 на Олимпийском проспекте встретилась лидер общественного мнения Анастасия Мартынова. Обсудили работу проекта и выслушали новые пожелания жителей по благоустройству дома и придомовой территории. Подробности далее. Это уже не первая встреча лидера общественного мнения Анастасии Мартыновой с жителями этого дома. Она помогает Мытичинцам донести до управляющих компаний идеи по улучшению своего дома и решить имеющиеся вопросы. Ранее жители попросили установить в подъезде пандус и поручень, заменить коммуникации и подготовить дом к осенне-зимнему периоду. Все работы уже выполнены. Мы вообще очень ей благодарны, потому что все заявки, которые мы направляем ей или в управляющую компанию, но, как правило, когда мы направляем ей, это все происходит быстрее и качественнее. Сейчас готовимся к зимнему периоду, поэтому у нас что на первом месте стоит? Это подготовка отопления. Все нам изолировали, как мы писали, трубы все в подвале. Потом промыли систему, чтобы теплая вода к нам поднималась с первого по последний этаж. Такая форма взаимодействия между жителями и властью реализуется в рамках проекта «Умная коммуникация». Он был инициирован губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и реализуется в нашем округе по поручению главы Юлии Купецкой. Благодаря подобным встречам учитывается главный принцип губернатора – житель всегда прав. Сегодня мы убедились в очередной раз о том, что проект рабочий, он поддерживает и жителей. Все проблемы по данному дому, которые были заявлены, решены. Хочется отметить также активность жителей данного дома, которые очень переживают за состояние, за благоустройство дома. И всегда идут на контакт, и мы всегда находимся в тесном взаимодействии. В этот раз диалог прошел также продуктивно. Жители поделились своими отзывами о реализации проекта, работе управляющей компанией и внесли новые предложения по благоустройству. Все хорошо, замечательно делается. Они стараются работать, но иногда бывают накладки. Ступочки вот эти вот нам заделали. Уборка в подъездах регулярно у нас замечательная. Дома-уборщица. Мне кажется, она иногда убирается даже чаще, чем нужно. У нас всегда чистота, порядок. В нашем конкретно, вот в нашем доме, это установка видеокамеры в рифтах. Ну, что еще, опилка деревьев. Ну, и как пожелание, вернуть нам холодную воду для полива этих зеленых насаждений. Все пожелания были внесены в специальный инвестиционный паспорт для определения плана и сроков их дальнейшей реализации. Екатерина Шарыпова, Максим Силаев, Первый, Мытищинский. Жители сельских населенных пунктов тоже не остаются без внимания. В этот раз поднять животрепещущие вопросы удалось на встрече в деревне Юдина. Сельчане рассказали заместителю главы администрации Павлу Нуштаеву о пожеланиях по благоустройству и содержанию территории. В числе самых актуальных остается капитальный ремонт дорог. В целом, транспортная тема стала одной из самых значимых. Много вопросов, конечно же, по освещению. Наши населенные пункты еще не до конца все освещены. Есть и темные уголки. Мы здесь проговорили сейчас о вопросе по региональной дороге. Есть очень сложный перекресток, который темный. Я сам по нему ездил. Знаю, что довольно непросто его преодолеть. Будем выносить, наверное, на транспортный час с Министерством транспорта и дорожных преступлений, прорабатывать этот вопрос. Немаловажными темами также стали обустройство тротуара от деревни Юдина до ЖК Пирововская ривьера, опиловка аварийных деревьев вблизи детской площадки и возможность очистки местного пруда. Все вопросы взяты в работу профильными специалистами. Не случайно говорят, что сельские старосты – лучшие помощники власти. Они, как никто, знают о проблемах своего села. Одна из самых распространенных тем – реализация программы «Социальная газификация». Накануне в окружной администрации состоялась встреча сотрудников Мособлгаза с жителями деревень. В настоящий момент в рамках социальной газификации городского кругомытища составляет 52 населенных пункта, из которых подано 1347 заявок. Требуется построить 270 распределительных газопроводов, 117 из которых уже введены в эксплуатацию, то есть полностью сданы. Осуществлен пуск 534 домовладений. Также старостами был поднят вопрос проведения благоустройства дорог и тротуаров после завершения работ по прокладке газопровода. Территориальными управлениями будет проведен контроль за исполнением обязательств по ремонту дорожного полотна. Далее короткая реклама. Не переключайтесь. Далее короткая реклама. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем выпуск. В работе муниципальных учреждений культуры основное внимание уделяется художественно-эстетическому воспитанию и детей, и взрослых. В последнее время в библиотеках городского округа на регулярной основе проводятся тематические циклы по классическим произведениям литературы, живописи, музыки и кино. В ходе авторских программ и интерактивных встреч происходит новое прочтение шедевров, известных с детства и юности. И по отзывам участников таких вечеров они многое для себя приобретают. В библиотеке имени Дмитрия и Кедрина популярны арт-встречи «История одной картины», «Клуб меломанов», «Киноклуб», «Литературная студия для подростков». Каждый проект – это своя эстетическая лаборатория. Лаборатория развития сознания, лаборатория развития духовности, самопознания, психологию, свое осмысление своей жизни, к чему мы идем, для чего мы живем. То есть именно в произведениях искусства, литературы, живописи, изобразительного, декоративного искусства мы познаем именно красоту мира. Особое место занимают произведения русской классики и события отечественной истории, в которой очень многое созвучно нашему времени. В следующем материале расскажем о мытищинце, который смог покорить мир большого спорта. Сергей Акопян – профессиональный боксер, чемпион мира. Свой путь он начинал в нашем городском округе с любительского бокса. Неоднократно становился победителем во всероссийских и международных соревнованиях. Затем дебютировал в профессиональном, где и завоевал свое главное звание – чемпиона мира. Сейчас Сергей Акопян готовится к турниру на Кубке Казанского Кремля в Татарстане, где будет защищать свой титул. В преддверии важного боя со спортсменом пообщалась Анна Смирнова. Через несколько мгновений на этот ринг выйдет мытищинец Сергей Акопян. В этом бою с соперником из Узбекистана боксер спустя несколько раундов завоюет пояс чемпиона мира. Тогда ему было 24. Пусть к этой почетной награде был тернистым и начинался здесь, в городском округе Мытища, где он родился и вырос. В детстве будущий чемпион плохо знал русский язык, поэтому в школе приходилось непросто. Подшучивали одноклассники. Это и подтолкнуло его пойти в спорт. Надо мной издевались, шутили и так далее. А я был маленький, крупкий. Самый крупный, аэропорос, самый маленький был в классе. И все пытались как-то чем-то обидеть, упрекнуть. И пришлось пойти заниматься. Начал нравиться бокс. И вот с тех пор я начал ходить. Мне там тоже тяжело было, на самом деле. Пришел я, и я не понимал, куда я попал. Но я понимал одно, что мне нужно стать сильнее, чтобы как бы суметь постоять за себя, за родителей, за родных и близких. В боксерскую секцию ЦДЮСа юный Мытищенец пришел в 9 лет. Первым тренером Сергея стал Анатолий Александров. Двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы. Он тренировал юношу в любителях. Еще одна важная фигура в жизни Сергея – Рой Джонс. Спортсмен вспоминает, что в детстве наблюдал за ним с экрана телевизора. Тогда он и мечтать не мог, что когда-то познакомится с легендой мирового бокса. А в 12-летнем возрасте юному Мытищенцу посчастливилось встретиться с Джонсом лично. С этого дня моя жизнь тоже в глобальном смысле изменилась. Он меня начал поддерживать во всех аспектах и в моей карьере. Когда он прилетает, он меня подготавливает к боям, я с ним тренируюсь. И я официально являюсь его бойцом, представляю в России его имя. За время любительской карьеры спортсмен провел порядка 320 боев, в которых одержал 290 побед. Сергей становился неоднократным чемпионом во всероссийских и международных турнирах. Затем дебютировал в профессиональном боксе, став чемпионом мира по международной версии IBA Asia. Сегодня он по-прежнему живет и тренируется в родных Мытищах. Только уже под руководством Тиграна Саребекяна. По словам наставника, Сергей – настоящий трудяга. Боксер имеет хорошо развитую реакцию и спортивный интеллект, что позволяет ему просчитывать действия соперника наперед. Сейчас тренер готовит чемпиона к международному турниру Куба Казанского Кремля. Который пройдет в Татарстане в конце августа. Там он будет защищать свой титул. Спарринги, отработки – это само собой. Просто боец должен думать на 2-3 шага вперед, чем его соперники. И вот есть такая ситуация, что каждое действие имеет противодействие. Поэтому надо почти все учесть, высчитать алгоритм, как работать. Поэтому тяжело. Тяжело и потому, что в профессиональном боксе у Сергея был продолжительный перерыв. Почти 4 года. Но настрой серьезный и у чемпиона, и у тренера. Только победить. Перспективы спортсмена на профессиональном ринге отмечает и менеджер боксера. Если бой это выиграем, приедем, то будет у нас контракт уже на 2-3 боя. Контракт возьмем. И надеюсь, у нас сейчас цель поехать на 1-2 боя в Соединенные Штаты Америки. И надеюсь, полететь за океан. Тоже поучаствовать, показать силы. Масштабное боксерское шоу столицы Татарстана – хороший способ вернуться на профессиональный ринг. Для меня каждый бой – это очень важно, очень серьезно и очень ответственно. В первую очередь я представляю свою страну, в которой я живу, Россию, жителей, в которой в городе я живу. И в первую очередь я дерусь не только за себя, а за честь. И моя единственная задача – это порадовать людей, которые смотрят, наблюдают, которые поддерживают меня. Одной из своих важных миссий чемпион мира измыти считает и развитие спорта в округе. Он постоянно участвует в общегородских мероприятиях, проводит мастер-классы по боксу для юных жителей. Одна заветная мечта Сергея – чтобы все дети не только округа, но и нашей великой страны занимались спортом. Анна Смирнова, Андрей Капустин, Первый Мэтищинский. В рубрике «Мытищи, мы вместе» наши граждане продолжают поздравлять Мэтищи с круглой датой. Меньше месяца осталось до главного события осени – 400-летия нашего любимого города. Стать героем рубрики может каждый. Пишите нам на почту и в социальных сетях. Расскажите вашу историю любви с мытищами. Сегодня поздравления звучат от самых юных жителей. Передаю слово Соне и Насте. Я желаю городу, чтобы он расширялся, расширялся, чтобы там было много-много друзей, много-много всяких цветочков, растений, и много-много друзей, и много-много парков, развлечений. Это все в Мэтищах. Я хочу, чтобы люди все жили. Жили здоровыми. Очень счастливы, что есть у нас такой город Мэтищи, где мы живем. В честь круглой даты и 400-летия Мэтищ в нашем округе подготовили большую программу. Праздничные мероприятия начнутся уже 19 августа. Самые массовые гуляния пройдут в день города – 2 сентября. Среди них яркие фестивали, увлекательные мастер-классы, уникальные спектакли, веселые концерты, интерактивы и многое другое. 1 сентября на праздничном концерте с участием творческих коллективов торжественно остановит обратный отчет к 400-летию Мэтищ на часах на площади Удакаяуза. Он был запущен год назад вместе с жителями. А 2 сентября в 17.00 на площади у Дворца культуры пройдет грандиозный концерт «Энергия твоего округа». Для мытищенцев выступят звезды российской эстрады, среди которых Дима Билан и Стас Пьеха. Современные хиты исполнит лучшая кавер-группа «Россия» – «Романов шоу». Порадует своими выступлениями и вокальная группа сопрано-турецкого. Финальным аккордом масштабного праздника по традиции станет салют. Приближающийся день городского округа – это достойный повод объединиться и показать сплоченность. Поэтому на всех мероприятиях и в учреждениях культуры будут организованы пункты сбора гуманитарной помощи, которая отправится мэтищенцам в зону специальной военной операции. С более подробной афишей всех праздничных мероприятий вы можете ознакомиться на наших официальных ресурсах. Это все новости на сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды. Помните, первом итищенские есть и в социальных сетях. Следите за жизнью города в нашем телеграм-канале. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин